Пикет собрался здесь, потому что уже два года тянется процесс над делом педофила, который на протяжении десятков лет насиловал маленьких девочек и детей, которые достигли даже там уже совершеннолетия, но они все равно продолжают в этом участвовать. И как бы наше законодательство, оно настолько гибкое, что позволяет педофилу, несмотря на то, что идет судебный процесс, оставаться на свободе. И не только оставаться, он проводит служение, он общается с этими детьми, которые проходят по делу как потерпевшие, но они себя не признают таковыми, потому что он заморочил им мозги просто-напросто. Ну и мы как бы собрались здесь, сейчас проходит апелляция, Ивашенко хочет очередной раз соскочить и требует, чтобы суд опять перенесли в первую инстанцию, чтобы опять начали процесс все заново. То есть два года он тянул этот процесс и теперь получается все заново, еще он будет продолжаться. Ну, мы как бы хотим это прекратить. Мы пришли сюда потому, что преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются собой особой общественной опасностью. И неважно, кто преступник, какова его личность, ну и на мой взгляд даже и состояние его здоровья. Важно то, чтобы это лицо, которое совершало такие преступления, ну и даже подозревается в совершении таких преступлений, обоснованное, естественно, подозревается, было изолировано от общества. Судя, иллюстрацию, иллюстрацию, иллюстрацию! Церковь против того, что этот пастор, лжепастор, находится до сих пор на свободе, хотя суд был и присудили ему, уже приговор был, но он подает апелляцию, и до сих пор на свободе, до сих пор свободно, и продолжает свободно перемещаться по городу, приходит на служение, а на суд не приходит. Вот, и мы протестуем, чтобы был справедливый приговор, который привели в действие, наконец. Ха-ха, понятно. Я тебя понял.